Его звали доктор Генри, а немецкие пограничники отдавали ему честь. Разносторонне талантливая личность, врач, путешественник, фотохудожник, писатель, коллекционер, журналист. Посмертно он стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшие имена немцев России-2014». Был собран материал, куда входили непосредственно данные об отце, его достижения в различных областях, медицине, спорте, фото-журналистике. Естественно, была дана краткая информация о его литературной деятельности и так далее. Генрих Рудольфович посвятил около 40 лет медицине, работал заведующим Юркинским сельским врачебным участком. Позднее переехал в Вишкар-Алу, где до самого выхода на пенсию проработал врачом-рентгенологом в республиканском противотуберкулезном диспансере. Много писал, его статьи публиковались на страницах «Марийской правды», всероссийских и международных изданий. Писал в частности о фотоохоте, например, работа под названием «Детерева. Мои друзья». Позже появились и биографические издания, эти тяжелые 30-е годы и «За решеткой и колючей проволокой». В начале 60-х годов прошлого века его книги о российско-германской экспедиции, об экспедиции на Фанские горы, которые имели потрясающий успех. Когда мы с отцом первый раз приезжали в Германию, то немецкие пограничники отдавали отцу честь, когда мы сходили с трапа самолета. То есть они его уже визуально знали по книгам. Отец был человеком очень сильной воли. То, что он прошел лагеря смерти, ГУЛАГа, и остался в живых, это просто чудо. И у отца был всегда девиз – дорогу осилить идущий. И если отец ставил какие-то цели, он обязательно их реализовывал. Генрих Ливенштейн стал первым, кто удостоен премии посмертно. Его вклад в развитие многих областей науки и искусства неоценим, а значит, не будет забыт.